Ну, мы проследим за этим петербургским взглядом, который так не по-петербургски поступает. А теперь давайте посмотрим, что происходило в Петербурге за всю историю города на протяжении всех его эпох в эти августовские дни. Итак, наш исторический дайджест событий Петербурга. 1782 год. На Сенатской площади торжественно открыт памятник Петру Первому. За несколько дней до этого события монумент был обнесен пятисаженным высоты забором. Это более 10 метров. Забор был обтянут плотной тканью, на которую были нанесены изображения горы-скала. В день торжества вокруг памятника собрались гвардейские полки. И по сигналу Екатерины Второй ограда упала, открыв изумленным очам зрителей Петра на коне. Шок от увиденного был столь велик, что несколько дам упали в обморок. Садник действительно поражает, когда видишь, как он буквально взлетает на гром камень. Кстати, этот гром камень нашли в районе Конной Лахты. И любопытные краеведы до сих пор могут обнаружить на берегу залива фрагменты этого гигантского валуна. После Пушкина памятник получил второе неофициальное название «Медный всадник». И для Петербурга является точным воплощением того явления, которое обозначено римской фразой «Гениус, лоци, гений, место». 1906 год. Около трех часов дня трое террористов СССР, переодетых в шоу-форму жандармов, вошли через парадный подъезд служебной дачи председателя Совета Министров России Петра Столыпина, расположенная на Аптекарском острове. Один из охранников проявил бдительность и попросил пришедших предъявить документы. Террористы не смогли войти в кабинет премьер-министра и чуть раньше запланированного времени привели в действие взрывное устройство, которое они принесли в портфелях. Взрыв был огромной разрушительной силы. Сто человек тяжело ранены, 27 погибли на месте взрыва. Пострадали дети Петра Аркадьевича, его 12-летняя дочь и трехлетний сын. Сам премьер и находящиеся в кабинете посетителей получили незначительные ушибы. Место теракта впоследствии было увековечено памятной стелой. И, наконец, 1991 год. Отныне Лебединое озеро, помимо того, что это гениальное произведение Чайковского, в нашей стране обретает особый смысл. На всех трех общегосударственных каналах прерывается вещание для официального заявления Государственного комитета по чрезвычайному положению. В Ленинграде одной из точек противостояния августовских событий стал телецентр на ЧПГН-6. Туда немедленно приезжает мэр Анатолий Собчак. Он выступает с жестким заявлением по поводу действий МКЧМ. И во многом это обращение Собчака позволило сохранить стабильность в городе. А на следующий день на Дворцовой площади прошел стихийный митинг в знак протеста против действий ГКЧП. В митинге участвовало около 300 тысяч человек. Это был самый массовый митинг в нашем городе за всю историю современной России.